Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Газпром приступил к строительству мегазавода по производству жиженого газа в Усть-Луи. В сентябре 2020 года Газпром совместно с РУСГАЗДОБЫЧАЙ приступил к строительству крупнейшего в России газоперерабатывающего и газохимического кластера. Данный кластер состоит из двух заводов, которые будут располагаться на побережье Балтийского моря рядом с нашим новым морским портом Усть-Луга в Ленинградской области. Уже сейчас данный морской порт осуществляет перевалку более 100 миллионов тонн грузов ежегодно, а с вводом в эксплуатацию с завода по производству СПГ и газохимического комплекса и его грузооборот к 2028 году увеличится почти вдвое до 190 миллионов тонн грузов. По показателю грузооборота наш новый порт Усть-Луга станет вторым в Европе, уступая лишь морскому порту вблизи Роттердама, который обеспечивает перевалку немецких и голландских товаров. Новый завод по производству СПГ в Усть-Луге станет крупнейшим на северо-западе России. Его проектная мощность составит 13 миллионов тонн жиженного газа. Вообще самый крупный завод по производству СПГ в России на данный момент располагается на Ямале и принадлежит конкуренту «Газпрона» – компании «Новатек». Завод «Ямал-СПГ» производит в год порядка 18 миллионов тонн жиженного газа. При этом в настоящее время «Новатек» строит на полуострове Гэдан еще более крупный завод «Арктик» СПГ-2, который будет производить ежегодно до 20 миллионов тонн жиженного газа. Но вернемся к «Газпромовскому проекту в Усть-Луге». Его уникальность состоит в том, что помимо жиженного газа, завод в процессе переработки газа будет производить этановую и пентангексановую фракцию. Указанные продукты переработки будут поставляться в располагающийся рядом газохимический завод для создания полиэтилена. Объем производства полиэтилена составит 3 миллиона тонн ежегодно. Стоит отметить, что в ноябре 2019 года российская компания «Балтийский химический комплекс» в интересах «Русхимальянса» приобрела у американской компании «Люмумс Технологи» права на использование запатентованной технологии производства этилена. «Русхимальянс», к слову, выступит оператором проекта по строительству завода СПГ. Данной компанией в равных далях владеют «Газпром» и «Русгаздобыча». При этом, если 50% акций «Газпрома» подлежит государству, то «Русгаздобыча» владеют братья Ротенберги. Суммарные инвестиции в новый газохимический кластер в Ленинградской области превысит 14 миллиардов долларов. Финансировать проект будет Отечественный банк ВТБ, который уже перечислил «Русхимальянс» первый транш в размере 55 миллиардов рублей. Деньги будут использованы на подготовку к рабочей документации, приобретение необходимого оборудования, а также проведение строительных и пусконаладочных работ на объекте. Работы по строительству завода по сжижению газа будут вестись российской компанией «Непегаз», принадлежащей «Сибуру». При этом сам холдинг «Сибур» контролируется «Газпромом». В 2020 году «Газпром» заключил с «Русским Альянсом» крупнейшим в России контракт на поставку газа объемом 45 миллиардов кубических метров сроком на 25 лет. Необходимо отметить, что оставшийся после переработки газ объемом 18 миллиардов кубических метров ежегодно будет закачиваться в газотранспортную систему «Газпрома». Построить завод по производству СПГ в услуги планируют две очереди. В первую очередь обещают сдать до конца 2023 года, а вторую – годом спустя, в декабре 2024 года. Создание нового газохимического кластера положительно скажется сразу на нескольких ключевых экономических показателях. Во-первых, увеличится поступление в федеральный бюджет и бюджет Ленинградской области от реализации продукции, произведенной на новых заводах. Во-вторых, существенно увеличится объем перевалки грузов в морском порту Усть-Луга. И в-третьих, на новых предприятиях будут трудоустроены более 6000 работников. Размер выручки только от экспорта жиженного газа ожидается в размере 4 миллиардов долларов ежегодно. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе актуальных и важных событий в жизни нашей страны.